Мои имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Бытие 43 глава, 3 стих. И сказал ему Иуда, говоря, Тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. То есть решительные слова, на это обратим внимание. Когда Иосиф был в плену, а вместо одного-то теперь еще другого оставляют, и сказал, если вернетесь, Бетаной назначил, что там нужно привезти. Сначала увидит Вениамина, потом отца привези. Они еще не догадываются, что это родной брат, говорит свобода на египетском языке. Далее. Иеремия, 42, 15. Вернее, прочитаю, 42 глава, 7 по 20 стих. Есть истории, которые просто необходимо высветить. Я слово решительность беру. Это четвертое качество лидера, четвертое качество проповедника. Это четвертое качество священника. Вот с 7-го. Иеремия, 12, 42. 42. 42, да, с 7 по 22. Послушаем, какая была страшная история, когда люди откладывают, когда-то будет. Как правило, решительность зависит не от массового понимания, а кто-то сам, один человек. Это история уже, берем библейская история. Считаем, 42, 7-го стиха. По прошествии десяти дней было слово Господня к Иеремии. Он позвал к себе Иоанна, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ от малого и до большого. И сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред Ним моление ваше. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, но сожду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам». По частям. Израиль потерпел полное поражение. Почти весь Израиль был выселен, остались отдельные люди по разрешению начальства, и среди них пророк Иеремия. И он говорит, «Вот вы собираетесь идти куда? В Египет. Это называется проегипетская политика была. Египет – это серьезная держава была. А сирийцы только набирали силу. Они не победят. Мы договорились, подписали договор. Египет придет к нам на помощь. Иеремия говорит, «Не надейтесь, Египет – это как трость надломлена. Кто обопрется, на ладонь поткнет ему». А что делать? Открыть ворота, не сопротивляться, принять все условия, которые победители. Так они в плен берут. Плены – идите. Они вас убивать не будут. Сыновья царские будут при нем. Будете выдавать дочерей замуж, женить сыновей, садить в сады. Придет срок, Господь скажет – вернетесь. И вот те патриоты, которые были, уже потерпели полное поражение, их оставили. Здесь они на этой земле остались как бы одни. И посылает Иеремия. Знаешь, что через него Бог говорит. Иди, попроси. Он говорит, «Я пойду, попрошу Бога. Вы послали меня, но вы настолько упорны, делайте по-своему». Вот беда-то какая. Я говорю к тому, что мы здесь приходим, слушаем Слово Божие, а потом выходим, и как будто ничего не было. Опять то же самое. Ты один раз услышал, что надо решительно принять меры. Какое-то нерасположение, что-то, к чему-то. Под разными причинами не прийти в воскресный день. Пустые комнаты-то. Будет время, когда искать будете. Будете не просто искать, а ходить от севера до юга. И красивые девы истаивать будут. То есть они будут искать не как жизнь свою устроить, замуж выйти, а где есть живая проповедь, где Библия есть, где можно склониться перед Богом. Нигде нет. Все храмы закрыты, Библии конфискованные. Это уже рядом, рядом где-то с нами. Я просто свяжу внимательно за события мира, и сегодня еще там, если Господь позволит, и в трапезной скажу что-то. Вот это сейчас история касается нас. Что нужно сделать? Послушаться. Пророческое слово говорит. Будьте решительны. Считаем дальше. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. И если же вы скажете, не хотим жить на этой земле, и не послушаетесь гласа Господа Бога вашего, говоря, «Нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить». То выслушайте ныне слово Господне. «Вы – остаток Иуды», так говорит Господь Савауф, Бог Израилев. «Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, который вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет, и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется, и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Савауф, Бог Израилев, «Как излился гнев мой, ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места сего. К вам остаток Иуды, изрек Господь. Не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих, вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав, молитесь о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, и вы не послушали глаза Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и муровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там». Как это к нам относится? Я еще раз говорю, у лидера должно быть шесть качеств. Первое – воображение, знание, умение. Я на это говорил уже. Сегодня – решимость. Дальше остается беспощадность и привлекательность. Два слова, это еще на две проповеди будет. Сегодня именно на решительность такую. Мы как относимся? Очень просто. Вы давно были в храмах где-то, в Барнауле? Может, где-то ездите? Вы зайдите в любой монастырь, в храм, люди ничего не знают. Совершенно. И посмотрите, как многочисленные все там сектантские дома, моления называют. Ну, просто ни два, ни три, а уже 600 миллионов. А православных даже 250 по всему миру нет. А почему? Люди ничего не знают. И православное – это благодатная среда для работы еретиков. Ты хочешь знать? Хочу знать. А у нас занятия идут. У них нет ни занятий, ничего нет. Нужно решительно восстать. Нас сегодня прям буквально арканом затягивают. Любыми путями примите патриархию. Не надо. Мы там не были, не регистрировали. Они сразу с нами покончат в один день. Вы не знаете ничего. Я каждый день получаю какие угрозы и что. А им зачем нужно это? Не им. Тот, кто ими руководит. К нам претензий от властей никаких нет. Мы все имеем в регистрации. Названия там убрали за рубежием. Не важно. Религиозная организация. Мы верим, что люди должны обращаться через Бога. Притом, слово решительное мы можем поставить везде, где по слову Божию. Господь сказал, кто не родился свыше, не может увидеть царствие Божие. Вы когда слышали это в храме? Главное, покупать свечи, привезли тут мощи, поклонились. Ну, то есть, все на уровне видеть это надо. Здесь по-другому все. Не родился свыше. Получается, душа даже по мытарствам не идет. По мытарствам она доходит и не спровергается. Ничего не будет. А крещения? Крещения-то нету. Это ни два, ни три. На весь экран сегодня везде стоит патриарх сегодняшний, держит ребенка. Ребенок большой. Видимо, отец держит отец, а патриарх стоит рядом. Купели воды совсем мало. Рядом, так я не мог разобрать. Епископы стоят, видимо. Ребенок одетый по полной, ну, как там, жемпер, ну, мне что-то, и патриарх ладошкой. Наглую. Да даже нельзя назвать еще. Это полное крещение от того, что Господь позволял. Слово крещения, погружения. Нет. Песком крестили. Я показываю, где. Духовный, Лух, 156-я страница. Да было такое. Заболел дорогой, уверовавший еврей. И воды нету. Мне пришли, сказали, дионисию, ипископы. Говорят, не выдумайте, идите и крестите. Крестите в Иордане, не песком. Не сказано, что от песка и духа, а от воды и духа. Сегодня буквально нигде не крестят. Чуть-чуть, где-то, что-то. Если моченый был, как будто печать антихрист на щелке. Ни под каким видом не соглашаются. Но у нас здесь маленько по-другому. Нашли священника в Барнауле, который моченых, вот этих обманутых, крестит, как положено. И поэтому ты должен решительно восстать и сказать, крещения нет. Мы уже много говорили. И что начали строить купели. А как решительно? Решительно бесповоротно. Сразу. Вот знаете, у императора, если сказать, царя, там 127 разных районов, областей, завоевал весь мир, собрал всех и гуляет ни день, ни два, полгода. Отмещает. Ну и все показал. Что еще им показать-то? И советую. У тебя жена какая? По конкурсу взятая? Самая лучшая. Покажи. А она-то умница. И она понимает, что напилися, который день гуляет, я перед ним еще... Я не пойду. Ну, просто сказала, как обычно. А в это время те люди, которые перед ним были, говорят, те-то уже навострились. Слушать, а посмотреть нету. Если ты ей позволишь, это будет известно князям. Княгнии против нас пойдут, крестьяне услышат, смута революциям. Что сделать? Я не знаю, наверное. Скажи так, что больше ты с царицей не будешь. Вытащите ее отсюда. А ему поищите самый хороший конкурс, красоты устроите по всей империи. Вы знаете, о ком говорю? И оси, сколько она пролила после этого слез. Вернутся, она уже никто. Вот эта решительность следования за Богом требуется от нас сегодня. Определенно. Если мы придем и в руках нет ничего, ну сегодня, просто взять, сегодня 1 января 2023 года. Знают, знают, что это за праздник. Нет такого праздника. И что? Деревья губят. Речь о миллионах деревьев, которые дни опять пройдет и во дворах будут костры. Это что такое? И не просто деревом украшать, а дерево, игрушки, безделушки, там все это на нее навешивают. Это идолопоклонство. И представьте, вдруг сегодня я ночью узнаю. Человек верующий об этом говорит. А жена в это время поздравляет с Новым Годом и высылает картинку с елкой. Это какая же пятиметра должна на нее быть? Это надо поговорить, чтобы разобрались, как это может быть. А что? А сегодня не так и завтра не так. Оно никуда не пойдет. Поэтому нужно решительно сказать, я это не признаю. А с чем поздравлять? Они гуляли, сколько замерзнет сегодня, показывают статистику. Это страшно считать даже. Ну, мы говорим, показывают, там мусульманская республика оделся под Деда Мороза, ну почему не под сугроб? Там кто-то другой. Ему сказали, у нас это не принято. Ну и что не принято? Он пошел в следующие двери поздравлять. Хотя они тоже догнали, зарезали его. Другая сказала, у нас по нашему по нашему верованию мы не должны это делать. Здесь, сейчас, в нашей стране где-то. Ей там арестовать, или что, как, ну да, арестовать-то. чуть-чуть не два месяца отработать надо. А она как учительница, и что ж, ну она мусульманка. И она по своим, выступили сейчас там мусульмане, ну, знатные люди, это не сегодня, это уже несколько лет прошел назад, я посмотрел сейчас. Что делать? Решительно встать на сторону, которую указал Господь. Праздник, это праздник, ничего не делать. А зачем? А с чем? А у нас как благодарственный молебен. Сколько у нас хранил прошедший этот год? Сколько мы всего видели аварий, сколько безобразий, пожаров, я все остаюсь живой. В аварии попадали некоторые наши, и их Господь оставил. Да не один еще, а другом если считаем священником, жена, погибли дети и проще. Нам есть за что Бога славить. И я думаю, батюшка там, он всегда здесь молебен совершает благодарственное. Поэтому решительно порвать с языческими вот этими манерами чем-то нас заполнить. Да это так, все приняты. Ну, в мире да. А ты дружишь, да у меня все неверующие там такие. И что? Заметьте, как решительно. Дружба с миром есть вражда против Бога. Вражда, то есть взял оружие, против Бога. Я против Бога иду. Ну, так, чтобы понятно было. Это никуда не годится. И кто думает, дружба с миром вестись, является врагом Богу. Вот так решительно посадь, никогда больше этого делать не буду. И начинаю другим говорить. Почему? Нам это необходимо. Мы православные, у нас чего только нет, кроме библейского. А что мы с Библией, как баптисты носиться будем? Я по сегодняшний день это слышу. В свой адрес. Да, говорим так. Напоминаю, 12.48 Евангелия Триана. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорил, оно перед нами. Оно будет судить вас в последний день. Слово Божие. И далее. Все. Так. Римлянам 9.28. Я упираю на слово решительность. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. Видите как? Если это так, то надо прислушаться. Вот эти люди собрались в Египет. Договорились. Им место отвели куда-то. Да разве позволит Египет, чтобы Бавилон там царствовал? Нет. У нас договор. Каждый берет что с собой взять. Я разговаривал, брал интервью у нас кулачины. Кто что брал с собой? Говорят, они взяли икону. Большая икона, стекло. Мы когда приехали в землянка жить, а стекло изгодилось, ну у них-то там по-другому было. Иеремей взял несколько камней, я почему-то думаю, что четыре булыжника, обмазал их глиной, положил в котомку и понес. Ну на него-то смотрят, ну юродивый, ну хоть сухарей набери на дорогу, потому что приехали когда на место, где нам место выделено? Вот здесь вот. И он начал копать, яму все смотрят, что тут делают? Заложил камни, засыпал. Ну хоть скажи что, а вот уходите от Вавилонского сада, он приедет, вот здесь шатер его будет. Я фундамент заложил ему. Вот если бы у нас были пророки здесь, они бы сегодня сказали, что необходимо правителям делать. Если Господь позволит, я принес, специально просил молитвы за две страны. Мы должны открыто в молитве высказать все, что Богу не угодно. Не просто отца, Господи помилуй, сорок раз сказать. Конкретно, прочитаем молитву Монассии, она после четвертой книги царства Параллипоминон идет, входит не канонически, перечислять все. Там в плену он до этого дошел. Мы должны опередить события. Включить в молитву то, что нас считают, Господи вот то-то, избавь нас от нашественных племенных. Считаем? Надо вникнуть в эту молитву. Что молитва не против ли нас, а нас? Что мы нигде ничего не делали. Я сегодня прослушал речь главы государства, о чем говорит, я ни одного слова против не могу сказать. Я только благодарю Бога. С каким сожалением, ну, сколько всего сейчас у нас есть. Да я думаю, что не все показано еще где-то. Я видел, как он молится. Я говорю, когда Норд-Остом захватили, я встал на колени перед образом Божьей Матери и стал просить, что делать? Отравить там сотни наших людей. Поэтому усилить надо молитву. И за правителей, я говорю о своей стране здесь, за начальствующих, за патриарха и за всех. Не просто так, лег, встал и все. Выберите в ночи, хотя бы там несколько минут, помянуть. Сколько у нас и операций претерпели, и тяжелое отношение в семейной жизни. Это перед тобой, Господи. Мы должны решительно восстать против любого греха. Четвертая книга, царь, 7-4. Седьмая глава. Ну, можно начать его даже со второго стиха, до 14-го. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, «Если бы Господь я открыл...» Подожди, шестой сейчас считаешь, вот седьмой. Седьмой, вот считаю. Ну, ладно. Виноват. Со второго стиха. Да-да. «И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, «Если бы Господь я открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будет». То есть город в осаде. Но есть этого не будет. Да. Город в осаде находится. И вдруг пророчество говорит, что завтра хлеб будет дешевле, чем обычное мирное время. А сановник, важный, ну, министр сказать по-сегодняшему, да хотя бы небо открылось, этого не может быть. Да, ты увидишь, но есть не будешь. Слушайте, какая поучительная история. Как надо внимательно слушать, что Бог сказал. Об этих сценах, что сегодня растут, то другое. Это все не случайно, чтобы мы научились ценить вчерашний день и сегодняшний. Четыре человека прокаженных находились в переходе в ворота и говорили они друг другу, «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то так же умрем. Пойдем лучше в стан сирийский». То есть пойдем, вокруг враги, может нас накормят, может какую-то там запресленную коксу бросит. Рассуждение-то правильное, но они прокаженные, они не имели права среди людей быть. Но скажем так, что они делали это не без воли Божией. И далее. Если оставят нас живых, будем жить, а если умерт ряд, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского. И вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хестейских, египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. Почему коней не отвязали? Постей день не знаю. Но видимо такая паника была где-то рядом, не до этого уже. А кто раз порыжал с ослами, видимо рядом не было. Но дело в том, что стан, окружающий город, ну как блокадный был, мгновенно изменил обстановку. А там, которые за городскими стенами, знать еще не знают. И вот четыре человека, прокаженные, отверженные, они изменят мировую обстановку. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. Это как будто перестройка идет, в это время грабили страну, кто хотел. Все, и сказали друг другу, не так мы делаем. День сей, день радостной вести, если мы замедлим, и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же, и уведомим дом царский. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря, мы ходили в станции Рийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как бы им. Как бы им. Там машины стоят, там танки, все на месте, а людей нету. Ну как, военные сказали, это так сделали специально, чтобы мы ворота открыли, пришли, они нас тут и заграбят. И далее. И позвали привратников, и они передали весь самый дворец царский. И встал царь ночью, и сказал слугам своим, скажу вам, что делают с нами сириане. Они знают, что мы терпим голод и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так. Когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем, и сказал, пусть возьмут на пять из остальных коней, которые остались в городе. Из всего ополчения израильтян только и осталось в нем. Из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем и посмотрим. И взяли две пары коней, запряженных в колеснице. И послал царь вслед сирийского войска, сказав, пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устана одеждами и вещами, которые побросали сириане при торопливом победе своем. И возвратились посланцы и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах. И он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так, две меры ищменя по сиклю, и мера муки лучше по сиклю, будут завтра в это время у народ. Игорь Андреевич, Надежде Васильевне плохо. Самарин. Подойдите быстрее. Отключи свет. Отключи здесь. Ее положить наверное надо. Посмотрите. Помогайте брать хозяйник. Дальше. Ну смысл такой, что все так, как предсказали, все так случилось, и вопросов никаких больше нет. Почему? Нужно решительно было поступить прокаженным, решительно поступить царю. То есть сразу это в одиночку, как человек должен решить. И общая автономка сразу изменяется. Итак. Есть еще написано такое, вторая Маковейска 3.13. Там Элеадор тоже как выступал, и что из этого получилось. Итак, это качество решительности сегодня буквально отсутствует у людей. Вот начинаю говорить, много, потому что общаться приходится, а я вот это, то-то не могу. Я говорю, а почему ты не можешь? Ну и разные причины. На работе не примут, или еще что-то. Ну ты решительно, реши, на какую сторону ты встанешь. Потому что этот выбор, может быть, один раз в жизни делает, а другого и не будет. Если Господь коснулся сердца человека, ты не пропусти этот момент. Завтра Господь пройдет мимо. Этого не будет. Серафима Саровского спросили, вот ты сумел все оставить? Ушел там в пустыню у него. А почему не можешь? Он говорит, решительности не хватает. Ну ты один раз. Решил, на этом все. Сегодня как? В стране вот то непорядок, вот эта военная операция, и потянулись за рубеж. Выпускают, уходят. И при том знатные люди. А что делать? Остановитесь. 13 глава, 14 стих, пророк Исаия говорит, будет время, и каждый побежит не из своего народа, а к своему народу. С иудеями делал так Господь. Сначала посылает рыбаков, а потом посылает охотников. Рыбаки это показывают, что-то куда-то, чтобы все время еврейский народ старается вернуть людей на свою родину историческую. А охотник, это будет гонение на них. А рыба, она клюет на что-то. Ведь тут и немного где-то скрыто так. Мы русские люди, куда мы побежим? Кому мы нужны? И даже такое, простое такое слово, человек не может понять, что сегодняшний день решает будущее. Ты решительно скажи, я родился, я здесь и пригодился. И любое дело делать не когда-то, а сегодня. Господь сказал определенно, не клянитесь. Когда? За что клясться? Никак не клянитесь. Да, да. Нет, нет, значит, отрезано. Я сказал, я верю еще во Христа. Хоть что делать? Отступить я от этого не могу. Вы за себя тоже посмотрите, вот эта решительность. Один раз мы шагнули за Христом, назад ходу нет. Назад идти, говорит, не остается жертва за грех, но некое страшное ожидание огня готового пожрать противника. Чтобы с нами не случилось такое. Мы однажды обещали Богу. Плевали на сатану. Что, сами плевки собрали? Даже сказать нельзя. Сразу какая-то обида. Если мы здесь, находясь, и не нуждаемся, что у нас идет в собрании, беседы, считаем что-то, не знаю, как можно удержаться. Ты в любой храм пойди. Люди вышли из храма, рассыпались, не знают нисколько. Я спросил священника, а сколько было здесь венчание за год? Покровский собор, 504 свадьбы. А сколько остались целые? Да кто ли мне? Никакой статистики не ведется. Ты бы спросил, сколько продали, сколько за месяц доход. Это мы можем сказать. Так это что, торговая точка? Так ничего нельзя сделать. Это решительно. Если Господь подошел, опрокинул и выкинул все это оттуда. А Господь так делал. А кто еще так делал? Находились люди, которые понимали и делали. Конечно, тебя будут смотреть, на тебя смотреть будут, как на неприятеля. Я пытался это сделать, сразу врагом объявили. Никольский собор. Я зашел увидеть священника, надо было. А как заходишь, они сделали два киоска. Направо. Мужчина стоит, дымящийся папироса, в шапке, и рядом с ним собака. Вот сколько нарушений. Я ему показал, курить здесь нельзя, это храм. Да. Я говорю, и шапку бы надо снять. Да. Я говорю, собаку вывезти надо. Только вышли, мы на крыльцо, сразу служка прибежала. То есть оттуда смотрели. Вы что ему сказали? Я сказал, в храме нельзя это делать. Иди к своим баптистам и там руководи. То есть баптисты, это ругательное слово, а это остальное как... Если не сегодня, то когда? Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваши, как в одни опыта. Не ожесточите. Завтра может этого не быть. Сегодня Господь призывает, простирает руки. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Когда? Сегодня. Вот эта решимость, решительность, это одно и то же слово, у Моисея была. Господь сказал вывезти народ. Но это и грамотный человек был. Будущий, может быть, был бы фараон. Воспитывался при царском дворе, при фараонном дворе. И в это время выводить народ. Куда? Ну вот так прямо. Да там море. Я не знаю тогда. Вы знаете, они уткнулись прямо в море. О том, что Господь развездит, и теперь объясняет, вот то, другое, это обман. Что ветер подул, подул, но до дна никак не может ветер продуть. И написано, и вода стояла стеной. Вы знаете, сколько пищи требуется? Считается, от трех до пяти миллионов было. Ежедневно Израилю требовалось полторы тысячи тонн питания. В пустыне полторы тысячи, полтора килограмма-то нет никаких. Сегодня там все выстроили. Самая удивительная математика. Как они должны были идти? Вот, чтобы пройти за ночь вот этот промежуток под водой, они должны были выстроиться пять тысяч человек в один ряд. Только тогда можно пройти было. Сколько требовалось воды каждый день? Воды там пока где-то пятьдесят сестлян. Но лечь идет о миллионах. Когда они остановились, станут и как раз половина Москвы по площади тысячи километров. И они решительно были выведены. Дальше будет у него еще сколько событий. Когда Бог давал закон, и он был на горе. А в это время свои там, до фана, верон, корея, всегда такие люди были. Я говорю, подобие. А они стали говорить, куда мы вышли? Кого вы слушаете? Он играет под Египта. Он же египтянин. И что? Он идет, Моисея Аарон, там остался родной брат, священник, по-нашему патриарх. И что он делает? Выливает из золота тельца, который поведет бык. Который поведет бык. Ну, мы тоже любим какие-то фигуры, чтобы были так. Но чтобы сделать, нужно еще сделать, куда заливать это золото. Сорок дней это достаточно было. Когда Моисея увидел, это первое, единственное, образно сказать, Библия в руках. Притом, Божьими перстами нащертаны. Не человек писал. И он был в таком гневе, что ударил эти, скрижали, и они разлетелись. Больше нигде их нету. Теперь руками своими будет выдабы там сидеть. И что эти люди говорят? Ну, что говорят? Вывели нас на погибель, надо возвращаться. Ну, пора он накажет маленько, а потом и смилуется. Что делает Моисей? Кто люди Божьи ко мне? То есть левицкое колено. Так, мечи острые, наточенные, по шатрам. Найти, кто хотел вернуться назад. И режут. Ни одного, ни два, три тысячи с лишним человек. Я представляю, какой двой стояли. Жены, молодые, дети. Никто не разговарив, подойдет, сразу зарезан будет. Решительность. И этим остановили падение. Дальше опять пойду дальше. Похоронили и пошли. Моисей был очень решительный. Но случилось однажды так, что Господь его не пустил. Не хватило решимости. Как воду вызвать? Народ погибает. А вот скала, видишь? Ну, вижу, подойти нельзя, она накалена на солнце. Скажи, скала, дай воду. Три слова. Он подошел, говорит, неужели из этой скалы и жезлом ударил. И скала вдруг лопнула, хлынула река. Я посчитал, он сказал, несколько слов там, может быть, предлоги собрать, даже семь слов не было. И Господь сказал, и ты не войдешь в обетованную землю. Ты не явил славы моей. Говорят, а не за это он, за то, что жезлом ударил. Нет. 105-й псалом говорит, и Моисей погрешил устами, не рукой, устами. Поэтому нужно нам с точностью до Бога считать, что он на Священописании говорит. И как они вышли, и как дальше было, и как захватили эту землю, которую Бог дал им. Это говорит конкретно и для нас. Если мы сегодня не целиком отданы Господу, то на каждом шагу будем спотыкаться. Знаем мы, когда с человеком что случится? Нет. Мы каждый день ходим по этой кромке. Ну, хотя назначено 70 лет, а вот это ежедневно, оно может туда опрокинуться. Итак, приготовь, Господи, встречи с Тобой. Ты близок. Помоги нам быть решительными. Мы решительно шагнули и сделали врагами. Господь прямо сказал, кто не возненавидит отца и мать, не возьмет крест и следует за мной, не достоин меня. Мы должны решительно сказать, ничего выше Христа мы не ставим. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok